здравствуйте дорогие друзья на библейский портал экзегет пришел следующий вопрос не совсем библейский но весьма популярным как избавиться от чувства вины мне кажется что вопрос так или иначе связан современным психологическим тезисом что необходимо себя прощать вам любой психолог который окончил двухмесячные курсы где-то там для того чтобы решить свои психологические проблемы решать теперь принимать решение и решать ваши психологические проблемы но уже не бесплатно и конечно же говорит надо себя прощать ну действительно у нас же гештальты не закрыты мы кого-то оскорбили унизили обидели обворовали как-то несправедливо поступили с человеком наша еще не умершая совесть говорит дружище надо мириться надо просить прощения не просто сказать им ссоре какой-то еще подарок преподнести попросить прощение так чтобы человек действительно тебя простил то все сложно это ударяет по нашему соболюбию по нашей гордыне по тщеславию мы по сути признаем свою неправоту а как такое может быть чтобы я была не права или был не прав не суть важно лучше в лучшем случае спущу на тормозах ну как будто проблемы то и не было будем общаться дальше это в лучшем случае а в худшем продолжаем упорствовать и считать что все хорошо все обосновываются целесообразностью именно такого поступка мне было так выгодно ну и что что было задето чё-то чужое самолюбие или чужие интересы ну так уж получилось но все равно совесть если еще не умерла то говорит но неправильно неправильно как не по-евангельски не по-человечески надо восстановить отношения а ты не хочешь понимаешь что это будет связано с твоим уже внутренним огорчением с признанием проигрыша и ты идешь психолог он тебе говорит надо себя простить пока си не простишь ничего не получится надо чувство вины заглушить не решить эту проблему по-евангельски а просто заглушить вам предлагают такой психологический наркотик который проблему не решает но позволяет о ней на время забыть конечно как любой наркотик ты подсаживаешься на иглу и каждый раз тебе надо все больше 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 сеансов лекций перетвитов и так далее для того чтобы постоянно заглушать пробуждающуюся периодически совесть ведь только тот кого ты обидел может тебя простить ты себя не можешь простить ты нарушил заповедь божию тебя может был простить как творец этой заповеди ты нарушил душевное состояние человека он тебя должен простить ты его обманул ты его ограбил верни награбленное как к закхей мытарь говорил спасителю половина менее мы его раздам нищим ящиков отчим обидих возвращу четверицу то есть в четверо верни вот вам евангельский ориентир экономический четыре раза больше душевных усилий четыре раза больше материальных с обидел купи подарок не просто на словах скажи такой хорош подарок который компенсирует внутренние моральные страдания человека да тебе могут его обратно вернуть ну посмотрим по обстоятельствам поэтому простить себя невозможно до тех пор пока тебя не простит тот кого-то обидел идите храм исповедуйтесь господу богу вашем грехе попростить тебя идите к человеку постарайтесь примириться с ним сделать и первый шаг но не так как некоторые из нас пытается примириться делая услугу тому кого-то обидел ну ладно давай не будем дуться давай примиримся ну сколько же можно и еще человек еще обвиняет в том что он тебя обиделся в это такое да что ж ты ворчишь да что ж ты не звонишь да что ж ты огорчаешься по пора боже за обзабыть обиды и творога попросишь прощения ну с намеком на то что ты сама должна была ли сам должен был первым позвонить первым попросить прощения ну ладно я вот христианка я таки быть вот снизошла к тебе и попросила первое ну ты же пойми что вот это тебе дело удолжение знаете на попросить прощение надо не как тряпку в лицо бросить а так как любимой девушке пальто в театре подаешь тактично красиво не надо театральности не надо слез фальшивых хотя иногда будут слезы радости когда тебя по-настоящему прощают над продумать как примириться с человеком бывают такие ситуации когда примирение невозможно особенно допустим если у человека старческая деменция вот она тебя обиделась только потому что ей уже 85 по-другому не может только зла мне желаешь квартиру мою желаешь все крадешь у меня и все твои сиделки которые ты нанимаешь они тоже меня там унижают обижают и все крадут у меня где мои часы смотрели спектакль фильм книжку может читали отец ну посмотрите в принципе каждому кто столкнулся с этим жутким явлением понимают что жить теперь с такими старичками очень сложно кстати молящийся человек человек уцерковленный в большинстве случаев до конца дней своих сохранят ясность ума сохраняется ты вертикаль бога общения и как-то благодать и действует в том числе на психическое состояние человека и такой грустной деменции он не доходит разрушающий все и вся поэтому не всякий человек может вас простить бывает ирана была настолько велика что он просто не в состоянии она еще не зажила там бывает лет семь восемь должно пройти пока человек придет в себя после того предательства после измены после развода после обмана после клеветы долго рано заживают это тебе не удар лезвия ножа зашили таблеточек попили через неделю прошло но годами тут без божьей помощи без совок без помощи профессиональных психотерапевтов не так уж и легко эту рану заживите и так как же все-таки избавляться чувство вины кто уже потерял нить разговоров подытожим идете на исповедь просите прощения господа бога идете в человек просите прощению человек если это умерший человек уже с ним особо-то не примиришься то подавайте записку на панихиды на псалтире раздавайте щедрую милостыню честь и память этого человека творить ему добро после разлучения его души с телом это тоже принесет пользу ему и вам то есть прощение всегда должно быть деятельное повторюсь опять попросить прощение то не сказать им ссоре на и дальше делать вид что как будто ничего не произошло опять же когда вас просят прощение человеков предавший вас обманувший вас не знает чтобы теперь обязаны ему доверять во всем ты просто должен закрыть вот эту неприязнь и ненависть к нему хорошо я тебя прощаю ладно примиримся не значит что вы должны обнять него и дальше доверять как и было в прежде нет не в этом прощение ты сердце а должно чистить от желания мести от неприязни к нему от гнева и ярости ты желание от того чтобы он горел в аду и не сгорал вот в этом суть прощения есть чем поговорите для тех кого обидели как принимать прощение как реагировать на него суметь видите попытку примириться в непрямых словах человека бывает же так человек хочет примириться но не дает ему гордости это сделать так как нам хотелось бы ну хорошо прими вот в той форме в котором есть не продолжай заставлять человека примириться в той форме которую ты хочешь но как сумел так и примирился все сделать и вид что вас-то удовлетворила и пусть это этот вид со временем станет частью вашей жизни бывает что все но чувство вины остается даже когда совсем примирился вот допустим борт сделал то молишься читаешь богословенное священным синодом правила но все равно остается чувство вины на всю жизнь останется что с этим делать исправить невозможно но можно понести некоторую эпитемию допустим опять же чтение этого правила молитвенного чинопоследования и активная помощь организациям которая занимается пролайферской работой которая сохраняет жизни нерожденных детишек которые помогают беременным женщинам находящимся в сложно жизненных обстоятельствах волонтерством деньгами распространением каких-нибудь листовок во всех этих фондах есть огромный список мероприятий в котором вы могли бы поучаствовать из когда вы будете спасать жизнь других детей вам придет облегчение то же самое и в других жизненных обстоятельствах пусть даже вы не сможете человека облагоденствовать которого обидели несите добро другим одному двоим тысячи пусть это будет вашим пожизненным послушанием нести добро людям и действительно ты получишь это глубокое моральное удовлетворение и духовное облегчение ты увидишь что плоды твоей деятельности переносят людям мир счастье любовь и благоденствие вот тогда действительно чувство вины будет заглажена а вот это простить себя это другом это о том чтобы разрешить себе позволить себе быть заразой и не испытывать от этого никакого никакого грязня совести прощайте себя деятельно внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео